Ты не можешь сидеть дома, когда твои пацаны пошли на разборки? Пришел полицейский, надел наручники, черти так делают. Я уходил из дома на такую драку. Я не знаю, вернусь ли я домой. Из этих агрессивных мачо-шмачо столько войн получили. Ой, как нехорошо. И мне так стыдно стало. Так ты хулиган, оказалось. Привет, это Айран Подкасты. Меня зовут Алексей Рыблов. Сегодня со мной подкаст ведет главный редактор Айрана Даурин Миркеев. И у нас очень интересные гости. Сейчас я их представлю. Вы пока подпишитесь на канал. Обязательно нажмите на колокольчик. И не забывайте предлагать в комментариях темы для наших следующих выпусков. Ну и представлю гостей за столом. Писатель известный Бик Нуркисиков. Предприниматель, общественный деятель и автор песни «Центр Алматы». Это очень важно в данном контексте, да? Ерлан Стамбеков. Спасибо вам большое, что пришли. Ну а почему про «Центр Алматы» поговорить сегодня нам хочется о пацанских движениях. О том, как дворовая районная этика вошла в нашу жизнь и до сих пор не вышла. Почему пацанская культура проникает во все какие-то наши... Во все слои общества и даже в политику. И когда... Почему так происходит, что даже президенты некоторых стран соседних говорят так, что как будто мы в подворотне. Очень все странно и очень интересно. И вот об этом хочется сегодня поговорить. Да, Дорин? Я знаю, что вы очень хотите. Только об этом я и хочу говорить. Я бы вообще весь проект только этому посвятил. Нет, ну на самом деле вот есть уважаемые люди здесь за столом, даже старшеки, даже деды, я бы даже сказал уже деды. Ну абсолютно так и есть. У меня уже два внука, я дед. Да, деды для нас. Интересная тема. Я хотел бы обозначить два аспекта. Первый, чтобы мы не уходили только в какие-то ностальгические воспоминания, понятные только там алматинцам. Хотя об этом, наверное, тоже поговорим. И второй такой момент. Я сейчас вспомнил историю, которая, может быть, она как-то немножко задаст тон дискуссии. Для меня она была очень показательной. Я закончил 25-ю школу. У нас там штаты были, район штаты. Ну учился я там с 90-го по 2000-й год. Школа хорошая. Космжемарт Кемельевич закончил ее. Владимир Вольфович Жириновский. Ну много всяких уважаемых людей. Но как-то в 90-е это было такое, очень такая она была криминальная. В общем, постоянно драки были, вот эти какие-то районы, там вот Снежинка. Ну там не сказать, что я очень сильно был вовлечен во все эти движения, но тем не менее все это видел. Мне повезло, у меня во дворе старшие, они меня знали там с младенчества. И меня поэтому никто не трогал, потому что у меня были хорошие, правильные соседи. Вот. Я к чему это говорю? У тебя была правильная крыша. Правильная крыша у меня, да. Пацаны я недавно одного встретил. Вот он, у него такая бурная жизнь. Он у нас тоже, кстати, участвовал. Вот. Ну, сейчас поговорим о том, к чему все это приводит. Я сейчас хочу сказать, что вот в 25-й школе в нашей, этот туалет, это было такое, ну, наверное, как в те времена, такое место, клуб такой, да. Агора. Да, да, да. Кто там пить хочет, слабые наркотики или как это, да, шалу купить. Там, да. Какие-то разборки, это там. Кого-то вытаскивают, поговорить, это там. Потом, лет 10 назад, мы пришли, опять же, в эту 25-ю. Очень хорошая школа. Там суперклассная директор. Газа Забды Калыковна, привет вам. Она директором стала. Была завучем по воспитательной работе. Как раз всеми вот этими штуками и занималась. И мы пришли, с оператором закурили сигарету. И заходят старшеклассники. А туалет такой чистый уже. Какие-то перегородки есть, все. И они нам так говорят, вы знаете, здесь курить нельзя. Старшеклассники, да? Да. То есть, ребята пришли не покурить, во-первых, в туалет. А они пришли по нужде. Это уже очень важно. Потому что в то время никто там в туалете, по-моему, нужду не справлял. А там разговоры разговаривали. И самое главное, что они незнакомым взрослым людям, они говорят, здесь курить не надо. То есть, я для себя понял, как изменились вообще времена. Потому что теперь они считают, что курить не надо в туалете. Вот такая вот история. И я хотел бы сразу задать такой ключевой вопрос. Два вопроса нашим уважаемым дедам. Старшим. Это ушло навсегда? Первый вопрос. А если это ушло, это хорошо или плохо? Ну, кто будет? На реке, давай. Ну, тема, на самом деле, животрепещущая. Я давно и долго думаю о ней, поскольку в определенной степени считаю себя соответственным. Даже написав эту песню, центр Алматы, когда ко мне люди обращаются, звонят. Братан, это было круто, это была наша молодость. И вот в этом смысле мне бы хотелось немножко поговорить вот в том ключе, о котором вот сегодня мы начали обсуждать это. Ну, во-первых, нужно коснуться истории вопроса. Истории вопроса вообще существования Советского Союза. Парадигма воспитания людей с самого детства заключалась в том, что ты должен расти в коллективе. Это детский сад, школа, это какая-то организация, пионерская организация, октябрянская. Отряд. Отряд. Совершенно верно. И парадигма была такой. В отряде ты должен быть таким-то. На тебя надежда. Кто, если не ты? Один за всех и все за одного. И эта парадигма на самом деле была по всему Советскому Союзу. И все, что случилось как изнанка, районные движения были не только присущи Алмате. Я служил в армии, когда общался со многими своими сверстниками со всего бывшего Советского Союза. Даже в поселках, в селах были районы. Не говоря уже о городах. В больших городах тоже были районы. Поэтому Алмата в этом смысле была не исключением, а скорее, наверное, подтверждением этого правила. Того, что существовала система, которая поощряла коллективистские какие-то организации. Другое дело, что были коллективистские организации типа Комсомольская, формальные, Пионерская. Они назывались комсючными. И ребята, которые были немножко мыслили иначе, они создавали свои собственные формирования, которые собирались по принципу. Например, мы там с одного двора. Вот честь нашего двора, честь нашего района, это вот для нас превыше всего. Все начинается с невинных, казалось бы, коллективных мероприятий, таких как футбол, хоккей и так далее. Ну и обязательно в конце случались стычки. Школа на школу, например. Потом это все нарастало как-то район на район. Большую роль в том, что это получило еще и криминальный окрас, имело, точнее, влияние, оказало то, что в этом смысле Алмата и Казахстан, это было родиной, ну, как бы, точнее, местом ссылки, куда отправляли с незапамятных времен людей, скажем так, которые так или иначе были против власти, либо были с криминальным прошлым. И вот этот оттенок такой лихой, романтической, воровской темы, он, конечно, тоже имел место и присутствовал. Вот я помню, во дворе нас готовили к тому, что нас обязательно посадят, это старшие нас учили, что если тебя, короче, завтра, если тебя закроют, ты должен зайти на зону, сразу, короче, там, показать, что ты нормальный пацан. Тебе будут задавать вопросы, там, ну, там, мать продашь, или... Еще ребусы всякие. Или, да, всевозможные такие тесты, на которые тебе, когда задают вопрос, ты не знаешь, а что я должен ответить? Ну, что такое, кто здесь балабол, ты должен ответить вот так, вот так, а если тебе скажут вот так, ты должен без разговора, без тормозов, сразу идти и драться, условно, с тем, чтобы показать, что ты настоящий пацан. И вот этот флер, так называемый, вот, криминальный, он, безусловно, наложил отпечаток, это первое. Во-вторых, ну, я не буду говорить о других городах, могу сказать только лишь об Алма-Ате, мы впервые тогда столкнулись и оказались неготовыми к беспрецедентной, вот, наркотической, скажем так... Да, засилию. Засилию. И жесткой. И причем жесткой. Были ребята, особенно молодежь, которая шла вот уже после нас, я помню, что когда я вернулся из армии в свой двор, у нас весь двор сидел на Игле. Это какие годы? Это был конец 80-х, где-то середина 86-й, 87-й год. 89-й даже. К 89-му году случилось следующее, половина двора вымерли, просто... А это центр города, вы в центре жили. Да, передозировки там и так далее, половина сидела за наркотики, так или иначе, за хранение, за реализацию в том числе, потому что в наше время реализации как таковой прям не было. Вот сказать, что это носило повсеместный характер. Чуть позже, вот как вы сами рассказываете... Ну, это 95-й, 2000-й, это уже героин. Это уже был бизнес, абсолютно. И вот мы были, пожалуй, наверное, одним из первых поколений, кто столкнулся с этой, на самом деле, бедой, болезнью и оказался к ней не готовым. Вот вы говорите, сегодня это стало чуть ли не частью политики некоторых государств. Ну, можно сказать, эти мальчишки из дворов своих выросли и постепенно-постепенно начали занимать руководящие посты и так далее. И когда я слышу из уст, условно говоря, ну, казалось бы, вчера еще мной уважаемых известных политиков, там, особенно там, министров иностранных дел, которые говорят, нужно там, разговаривать по понятиям, для меня это, конечно, это нонсенс. Я считаю, что здесь еще есть вот такой момент. Желание привнести эту, как бы так сказать, культуру, этику во многом, наверное, вот психологически внутренне у людей, которые во дворе-то, собственно, не были такими. Не были мальчишками такими. Потому что кого я знаю отчаянных, вот из моего поколения, все абсолютно нормальные, успокоившиеся давно еще в возрасте. Если выжили, если вы наигравшиеся в эти игры, и уже давно с этим отказавшиеся от всего этого, и на самом деле уже не несущие в себе эти ценности. Согласен. А это сейчас кто? Забитые? А вот те, кто вчера еще, да, тогда в детстве как-то бегали, и вот они вдруг выросли, когда все это стало абсолютно безнаказанно, теперь они вдруг стали пацанами. Я когда смотрю, особенно на некоторых руководителей, некоторых стран. Скажем, Путины. Мне кажется, что если бы он был настоящим отчаянным пацаном в молодости во дворе, то вот так вести себя, как сегодня ведет себя, в частности, этот политик, это авантюризм чистой воды. И безответственность. Так ни один мальчишка, вот если уж мы начали по понятиям разговор, так бы себя никогда не повел. Я можно одну ремарку, раз уж мы коснулись уже сразу так глубоко, для меня в свое время открытием и очень, ну на самом деле, таким большим эмоциональным переживанием была книга, я ее прочитал там, не знаю сколько лет, 15 было, Варлама Шаламова «Колымские рассказы». Когда Шаламов об вот этой вот воровской этике и вообще о какой-то, ну как сказать, неискренности, лицемерности и тлетворности всего этого, говорит очень радикально и вообще такая книга беспощадная. И как мне кажется, во многом вот эти молодежные субкультуры, которые замешаны где-то с криминалом, они покоятся вообще вот на этом, как мы уже говорили много раз, совковом барачном, вот этой вот воровской этике, воровской культуре, которая в какой-то момент стала, ну вышла за пределы зоны, а в ней очень много изначально неискреннего. Ну там культ матери, если задуматься, где вот эти все уркаганы и зэки говорят, мы там маму, я за маму порву, а он там 20 лет уже свою маму не видел. Культ, вот то, о чем мы говорим, там как на метле нужно там базарить там, да, чтобы там все правильно в хате было, хотя это все изначально манипуляции и способ одних управлять другими. То есть, как мне кажется, тут история связанная с тем, что в какой-то момент советское государство, оно стало использовать криминалитет, урок для того, чтобы управлять другими, там не знаю, политзаключенными. Это же очень сильно было интегрировано на самом деле. И вот там вот Шаламов пишет о вот этих сучьих воинах, когда вот эти вот зэки, которые прошли Великую Отечественную, мочились с зэками, которые прошли, которые не отступали от своих воровских принципов. Ну, туда можно углубляться очень долго, но что я для себя в этой книге нашел, как на самом деле много всего наносного, неискреннего, ну, как нам в школу приходили, говорили, там пацанам на, как это вот это? Грев надо сделать. На грев, да. И, значит, вся школа там это, а что, куда эти деньги? Это мы чай купим. Какой чай там? Возможно, в этом есть парадигма вообще 20-го века, когда вместе с политической культурой создания партий, организаций, вообще во всем мире мы получили, собственно говоря, и эти изъяны, эти, скажем, образчики. Ведь если мы возьмем Германию предвоенную, и вообще то, как фашисты пришли к власти, там было два пути, собственно говоря. Либо победил бы Гитлер на выборах в 1933 году, либо победили коммунисты во главе с, ему же вылетает из головы, Эрнст Тельман. Да, да. И у тех, и у других были группировки, причем группировки специальные боевики, которые дрались друг с другом и доказывали, ну, свою правоту, скажем так, силой кулака и силой своих мышц. Поэтому этот феномен присущ вообще человечеству, потому что то же самое в Колумбии, допустим, или в латинских странах происходило, и так далее, и так далее. В Японии, Якудза, это, казалось бы, успешные и цивилизованные капиталистические страны. Откуда? И в каждой стране этот феномен существует. Поэтому сказать, что это порождение только советской системы, наверное, я бы не рискнул. Но раз мы обсуждаем корни именно того, что произошло у нас, то я о них сказал. Может, Бекнур там что-то скажет. Да, Бекнур, у вас вообще... Что-то кровь в Селевке-то, Бекнур. Какие у вас воспоминания об этом? Я общался со многими районами. Так получилось, что фактически я, как некий там улис, который бродил по районам и знакомился со всеми. И я узнал не просто, я просто... Вот у Ерике район были центры, центральные районы. Мы все тяготели к этим центрам, хотя я не центровской. Они... у них была такая своя субкультура. Вплоть до одежды, образа мысли, неким кодексом. А также песни, которые они слушали, они были другие. Например, они все центры в основном слушали Битлз. Очень глубокая, интеллектуальная песня у них. Песни у них были. Там Дорс, Битлз, Роллинг Стоунс, Принк Флойт. Меломаны, в общем, были. А вы группу Мираж слушали? Мираж, Ласковый май. Да, нормально, я тоже слышу сейчас. Потому что интересно, потому что мой расцвет районов, это уже союз заканчивался. Но что я хотел бы сказать, что здесь, в Алмате, после 1986 года очень много появились, вот, районы создавали такие с национальным оттенком. Например... Название. Да, название. Ну, например, Дос. Вот у меня очень много было друзей из Дос. В наше время был Дос, да. Да, Дос был. А потом появились такие, как Коран, предположим. Салем. Салем был. Халифат. Коран, например, очень новый район. Это Самал, например. Потом Халифат, там, Иман, еще что-то. Иртек. Иртек, Арвах, предположим. Вот эти районы, они были уже чуть-чуть, вот, после 1986 года это были немного патриотические, национально-патриотические, где-то в этом отношении. Что я хотел это финально рассказать, что если в городе были такие названия, то я, например, ездил по многим регионам, по родственникам, там друзья были. Ну, интересно, я люблю ездить, общаться. Вот, например, в городе Аральске были такие районы, как Монте-Карло, Сан-Франциско, Ягуар. Народ хотел... Да-да-да, что-нибудь обментировать. ...нападной жизни. А мои ровесники, ну, вот, друзья, вот, пацаны маленькие, ну, которые, вот, мои ровесники, в общем, с которыми, как бы, я тоже должен быть, они называли себя Видеатон. Причем ВИДИАТОН. Я говорю не видео, а видео. Ну, видео, новое слово, интересное же, оно такое озвучено. Нет, Видеатон, именно так. Видеатон. Видеатон, Ягуар, Апачи были. Поэтому здесь было очень интересно, я вот, вы то, что затронулил литературную сторону, именно вот Ерекенко, как раз говорил про наркотики, и это тоже отражалось в литературе. Например, я помню прекрасный роман Ролана Систембекова «Трон сатаны». Он прямо вот описывал вот эту субкультуру. Или, например, «Плаха», да, вот, например, там именно про наркотики вот Чингис Гайд Матфу поднимал. То есть уже литература начала появляться, отражение. Поэтому хотелось бы сказать, вот, вот здесь я соглашусь в Сирике, что сам кодекс, сам кодекс, вот, ну, скажем так, понятийный, да, то он в каждом регионе, у каждых стран шел издревле. Например, если взять, например, тоже Казаностров, у них же ведь этот кодекс издревле идет. У нас, у нас, например, вот у казахов степи, те же батыры. А где гарантия, что они были другие, да, это же тоже были жесткие. Батыры приезжали в караваны и говорили, братва, хотите доехать до Европы? Да. Мы вас будем крышевать, потому что на вас могут попасть. Но за это мы хотим, чтобы... Лидеры ОПГ. Да, да, да. Ну, в степи был такой... Разве нельзя на них посмотреть, через эту призму? Ну, по-разному же, да. Они себе можно. Кодекс чести, ар, да, продолжил. Ар, арнболсон, да, на казах тагайтад. Или, например, вот я вот родился в ауле сам, до десяти лет жил. Я вот, например, в ауле так и говорил. То есть уже с детства уже впитывалось, что ты пацан, мужик. То есть это идет из древности. Я думаю, что... Согласен. Да, что, в принципе, эти традиции... Тогда у меня вот сразу... Они легли просто на благодатную почву от того, что мы говорили. Вот сразу тогда у меня вопрос, да. Вот у меня сын, ему 11 лет, и я дочке 13 лет. Ну, я примерно знаю, что происходит в этих родительских чатах в школах. Учились они у меня в 25-й, потом перевел я в частную школу. Но, в принципе, во всех школах сейчас одинаково. Начинается драка между пацанами. Все вытаскивают телефоны, начинают ее снимать. Тут же скидывают видосы в общешкольные чаты. Они вызывают родителей на... Ну, вот меня звали, у меня сын там, по-моему, во втором классе запер другого второклассника в туалете. Ну, запер и запер. Ну, как бы... И не такое бывало, и не такое делали. Но из этого раздули очень много, потому что родители, потому что это безопасность. И у меня вообще такое ощущение, они вообще... Ну, мальчики не дерутся. Хотя мальчикам, наверное, драться надо как-то в детстве. Или не надо? Ну, я сам отец двух сыновей. И, в принципе, могу сказать, что нынешняя среда, вот, вообще, поколение уже новых детей, оно совершенно другое. Во-первых, исчезла коллективистская... Это хорошо или плохо? Парадигма исчезла. Сейчас я скажу свое мнение. Исчезла коллективистская парадигма. Сегодня парадигма индивидуалистическая. Это раз. Во-вторых, дети сегодня полностью сопряжены с компьютером. Компьютер и социальные сети, коммуникации через интернет заменили нам коллектив. Сегодня мы становимся частью нечто гораздо большего, чем просто мой двор, круг моих одноклассников. Сегодня это чат, в котором могут быть тысячи, тысячи и тысячи, сотни тысяч людей. Весь мир. Это, по сути, весь мир. Люди говорят на разных языках. Вот эта глобализация такая интерактивная, онлайн, она происходит сегодня. И я не готов ответить, хорошо ли это, плохо. Потому что этот феномен еще нам предстоит изучать и открывать. И то, что дети, закрывшись в своей комнате, кажется, что они сидят один на один с компьютером, на самом деле они в это время общаются со всем миром. У меня сын в ТикТоке выпустил какой-то маленький ролик, сам сделал его, попробовал, ему 11 лет. Сделал ролик, посмотрел и выкинул его. И потом он пришел через три дня и говорит, папа, смотри, у меня ролик набрал 450 тысяч просмотров. И куча комментариев. И для него это стихия. И он в этой стихии. И для него это мотивация делать новые ролики. Но я с точки зрения понимания, говорю, это здорово, Балам. Говорю, давай, продолжай, мне очень, мне нравится. Главное, что у него огонек в глазах, что это как-то его зацепило, ему это стало интересно. Другое дело, что мы как родители должны, не препятствуя, ну как бы так, потихонечку направлять корректно, скажем, детей. Но ты ведь умный родитель. Не все родители, к сожалению, так нет. И мне не удается зачастую, понимаешь? И для меня это проблема. Но запретить просто компьютер я не могу. И я считаю это неправильно. Просто запретить компьютер. Дозировать его, да. А вот в воспитании детей, ну вот у нас было как? И там обидел кто-то там девочку твою, да? Ты пошел в морду дал, а не пошел жаловаться родителям. Ну да, западло это, черт, черт так себя ведет. А вот надо надо прививать вот эту историю. Вот у меня сын пришел недавно, у него на подбородке такой синяк. Я говорю, Балам, что случилось? Он говорит, ты маме не скажешь? Я говорю, конечно нет, это же между нами разговор. Мужской же разговор. Я подрался. Ой, молодец. Надеюсь, говорю, ты был не первый. Мужской, надеюсь, не ты начал драку? Или ты не бил слабого, и это была защита? Или отстаивание своих прав? Он говорит, это была защита. Я говорю, все. Ты главное сам, говорю, не начинай никогда конфликт, драку. Не начинай сам. Дай возможность проявить своему сопернику себя. И будь готов к тому, чтобы отстаивая себя. Вот он сколько время на улице проводит? Вот он вообще со своими... В школе, только в школе. Только в школе. Он не выходит во двор. У нас мы живем в частном доме, по сути, он... Вот это, кстати, одна из тоже больших проблем. Вот я тоже в частном доме живу, мои дети тоже не выходят. У них нет вообще двора. Ну, в смысле, они ни с кем не общаются. А двора вообще сейчас нету, как понятия уже. Вот поэтому двор им заменила социальная сеть, то есть интернет. Он играет в игре, допустим, там, Майнкрафт или что-то еще сейчас. И они находят сообщество там. Он общается. Они еще английский учат благодаря этим играм. Да, он учит английский, чтобы общаться с англичанами, с американцами. Он говорит, папа, он мне что-то там наговорил, я записал на диктофон. Я слушаю, Балам, я говорю, это вообще сплошной сленг. Учи, говорю, английский. Вот тебе мотивация, чтобы ты занимался этими вопросами. То есть вот так. Вот у меня, смотрите, такой вопрос. Я так понял, что в Ерике человек был уважаемый на районе. А мы с вами, Бикнур, так, ну, как бы больше бла-бла-бла. В библиотеке там. Вот у меня к вам вопрос, как к людям успешным. К людям, которые могут оценить то, что прошло. Вообще вам вот это все помогло в жизни? Ведь это же была, ну, какая-то определенная иерархия. Нужно было двигаться, нужно было отстаивать. Во взрослой жизни это помогает или нет? Потому что по моему опыту, те ребята, которые вот и меня опекали, жизнь у них не сложилась на самом деле. Как-то так все пошло в крик и в кости. Везде золотая середина. Во-первых, мне повезло. Мне повезло, что я вовремя ушел в армию. Я могу это совершенно точно сказать. Потому что это кривая, косая. Она как-то шла вот куда-то. Я это понимал, но противостоять этому не мог, потому что был кодекс. Кодекс чести. Ты не можешь сидеть дома, когда твои пацаны пошли на разборки, твой район. Ты не можешь находиться в это время дома. Потому что ты должен быть вместе с ними. Потому что они твои кенты. Там кого-то обидели, кого-то оскорбили. Или там еще какая-то история, набили стрелку. Нужно идти. Ты, даже если ты не хочешь, ты обязан идти. Это была такая история. И когда я ушел в армию, мне было легко, мне это помогло. Потому что коммуницировать в новом коллективе, показать свое место отстоять, под солнцем, скажем, заставить себя уважать. Это был один из непреложных принципов. Вот именно воспитание во дворе. Когда ты, если ты пацан, ты должен себя показать, ты должен отстоять свое право. И быть, как бы, скажем, держать своего слова, держать своего поступка. То есть, отвечать за свои слова и так далее. И повторюсь, это все здорово, когда ты молодой, когда ты растешь. Ты формируешься. А у меня вот есть теория. Но когда ты выносишь это, как повторюсь, когда это начинает об этом говорить министром странных дел, давайте говорить по понятиям, то мне по меньшей мере смешно. Это отсутствие аргументации, раз. Во-вторых, это вот из плоскости, скажем, международной, да, этики и правил существующих, сложившихся давно, ты вдруг говоришь, а давайте пойдем ко мне на район и поговорим по понятиям на районе. Да. Ну, это смешно. Виктор, у вас теория? Ну, я вот изучаю теорию интеллектов, ну, в принципе, вот. Сегодня очень много же популярная эмпатия, эмоциональный интеллект, какой-то ситуативный, синкретический, разные виды интеллектов. Я хочу сказать, что вот в этих понятиях, понятие – это тоже своеобразная форма мышления. Это так называемый mind, да, это тоже сама форма интеллекта. И в понятиях вкладывает то, что невозможно написать словами, невозможно сказать. То есть, это какой-то вот между… Body language, да? Да, body language. Межинтеллектуальный, как бы, такой, не то, что суржик, межинтеллектуальное понимание, как должно быть какая-то условная справедливость, да. То есть, как бы, есть, вот, например, вот, есть общественное, да, вот, общественный интеллект. Но есть то, что, вот, например, у каждого уже свое понимание справедливых, но есть какой-то закон гармонии, да. И понятия также вкладывают в свои вот понимания справедливости, что так должно быть, вот, по понятиям. Это правильно должно быть. То есть не обязательно это криминализировать. Имеется в виду, как мужчины ведут. Вот есть же в крестном отце, вот, например, вот эта фраза мне нравится. Мы не должны быть, мужчины не должны быть ликомысленными, женщины могут быть ликомысленными. Да, может быть, в этом много сексизма, но тем не менее. Это как отражение, вот, некоторая контуркультура, я бы даже сказал, вот этого мужского понимания. Я думаю, к сожалению, у нас в постсоветском пространстве в него вкладывают очень много. И когда вы говорите, Даурин, о том, что, вот, в будущем она нужна, сейчас environment, вот, окружающий мир, очень быстро поменялся. То, что было хорошо, Ярики говорил, да, действительно, в тот момент нам районы, может быть, помогли. Как стоять на районе, как себя защищать, как, например, не дать себя прогнуть, да, то есть нас с детства учили. Но сейчас коммуникативный мир, вот я смотрю на наших младших детей, да, они же вообще практически, вот, в городе не дерутся, они, наоборот, коммуницируют. И сейчас вот этот интеллект, вот это понимание, оно выражается в коммуникации. И коммуникация, она становится лучшим оружием в этом отношении. Поэтому, может быть, это и хорошо, что не нужно драться. Хотя, конечно, я по-старомодному считаю, что каждый мужчина должен уметь драться, защищать себя и тому подобное. Но, тем не менее, мир меняется, и мы просто, нам приходится приспосабливаться и понимать, что районы не всегда хорошо. Например, из моих ровесников, которые на районах были, которые вот мы все дружили, там, то и все, ну, 70% не выжило. Особенно вот наши, кто 70-х родились, практически их вообще скосило. На 80-70% вот городских, я знаю, никого не вижу абсолютно. Это редкость нашей ровесники, что существует. Редкость, очень мало. Ереке 60-х родился, у них еще более-менее, они сформировались, понимаете, они сходили в армию, у них вот такая целостность, ценность. А вот кто, 73-й, 74-й, 75-й, 76-й, к сожалению, на них вот прямо вот этот распад. Мы даже в армии не служили, потому что, в армии мы не служили, потому что 91-й, 92-й призыв, армия распалась, Советская Союз распалась, все с армией побежали, и в итоге у нас вот эта целостность не сохранилась. Поэтому они сформировались как личности, к сожалению, вот наше поколение не сформировалось в том значении. И я считаю, что вот эти районы, то, что люди в эту иллюзию ушли, что вот надо за район, некоторые там до 20-ти, до 22-х ходили и не заводили семьи, не делали вот социальную роль мужчины, в конце концов, к сожалению, районы, да, районы тоже на это поблили. И вот здесь я еще добавлю, вот про неосязаемое и... Хорошо сказано, неосязаемое. Неосязаемое и необъяснимое чувство справедливости. Вот сегодня как раз мы ярко наблюдаем вот эту историю в войне в Украине. Когда, апеллируя к этим неосязаемым и как бы каким-то понятийным вещам, по сути, Российская Федерация развязала войну и попрала международное право, которое четко, осязаемо описано в законах и в уставе ООН. То есть, опять понятие выше закона. Межбуквенное. Более того, произошла девальвация международного права, исходя из каких-то категорий необъяснимых, необъяснимых и неосязаемых. И вот, ну вы же понимаете, кто за всем этим стоит, вы понимаете, что не Украина, что это НАТО развязало войну до последнего украинца против нас, что он против нас готовит. Вся эта история сегодня, она настолько дико перемешалась, и я бы тоже не рискнул бы сказать, что то, что делает Путин и его клика сегодня, это чистая монета того, что они борются за сохранение пацанской, вот этой неосязаемой темы. Все это на самом деле, на мой взгляд, дешевые трюки. Использование, да. Разводка для того, чтобы сохранить свою власть и свой дворец, как я называю, образно в Геннаджике. Да, да, да. А всех остальных просто держит за лохов. Ну, я вот два слова хочу еще, как бы сказать. Очень здорово, что встретились сегодня за столом люди разных поколений. Я сейчас для себя понял, что, видимо, происходила, вот, на самом деле, девальвация всего вот этого районовского. Потому что вот 90-е годы, которые я вспоминаю, как бы у меня было все нормально, все было хорошо. Но уже тогда была крайняя точка вот этой неискренности и лживости. Мне казалось, что вот это, в отличие от меня на 20 лет старше, у нас это было намного более лживо. Потому что старшие и деды, они уже вот, ну, на самом деле, употребляли тяжелые наркотики. И вот эти вот там пацанам нагрев в школу, чтобы собрала, это уже изначально было все... Разводка. Фуфло полное, фуфло полное. И вообще все закончилось, вот я сейчас быстренько так историю расскажу, жуткую, тоже недавно ее вспомнил. Опять вот, когда встречаются ребята, которые выросли в одном дворе, и все апеллируют к этим ностальгическим вещам. А помнишь, как там, а помнишь, как здесь. И уже жены уходят, хватит уже, надоело вы об одном и том же говорите. Я помню, в девятом или десятом классе мы шли в школу. Опять вот хорошая школа, все в центре города, все. И у нас в школе убили вахтера. Это вообще жутко, да. Дети вахтера учились вместе с нами. Я помню, как там завуч тоже выбежала. И ее детям, детям этой женщины-вахтера, сказали, все, идите домой. Отменили занятия. И вот в этой школе в 99-м или в 2000-м году просто убили человека. И это были те же, я так сейчас подозреваю, спустя годы, те же ребята, которые эту школу и закончили. И еще там из учительской они там украли магнитофон, там какие-то подарки. То есть это вот такая верхняя точка вот этой деградации и вот этого ужаса. Я сейчас еще один момент хотел с вами обсудить. Вот мы тоже с Алексеем когда готовились, об этом проговаривали. Понятно, что молодежь всегда тянется к каким-то субкультурам. С одной стороны. Ну, молодость это всегда протест. Мы хотим быть другими, мы хотим все по-другому. И мы хотим быть в каких-то кучках, стайках. Второй момент, это у мальчиков есть природная агрессия. И как будто бы вот на Западе вот эти две вещи понимают. И с одной стороны очень много таких модных субкультур, которые дают возможность выразиться. Да, конечно, футбольные фанаты или какие-то металлисты, там тоже много криминала и много всего. Но тем не менее это делают модно и это как-то в какие-то рамки облекают. Второе, это спорт. Спорт, который дает возможность тоже, вот мы с Лешей говорили, да, Головкин, он тоже там с Майку Дука. Да, и Майк Тайсон, он тоже вырос. Но при этом эти люди смогли канализировать вот это все в другое русло. Вот я хотел об этом поговорить. Я просто хотел добавить про лицемерие. Единственное, вот про этот тезис. Вот Юрий Кех говорил, действительно, вот эта статья в «Горизонте», Датюк, знаменитая, да? Ленинской смене. Или Ленинской смене, да, да, я просто говорю. Мы его обсуждали. И вы знаете, вот как раз я вот писал об этом феномене, что вот это слияние, она как контркультура. Потому что это как протест против Советского Союза, оно с низов шло. И вот эти районы, днем были районы, то есть вечером были районы, днем они могли быть комсомольцами, пионерами, коммунистами, неважно. То есть уже тогда была уже двойная мораль. Я вот об этом писал в своем романе Ол, где вот казахское подсознание, что вот подсознание, вот наш архетип, он урбанизированный, вчера кочевнический, здесь уже районовский. Он настолько дал такой микс, наше подсознание, оно уже в 80-х, оно начало вот как бы где-то в каком-то отношении именно в городе, может быть даже лицемерно. То есть не принимая окружающую среду, оно уходило вот в какие-то такие формы контролюции. Да, ну вот сейчас, что бы я хотел сказать вот об этом, да. Это очень важный аспект социальной политики государства. Потому что без участия государства, без создания этих возможностей для ребят, молодежи, да, без вот того, что мы говорим, инициировать, поставить это на вот совершенно четкие, понятные рельсы, соревнования в школе, районе, городе, это должно носить такое, как мне кажется, повсеместный характер в разных видах спорта. У меня была по этому поводу концепция, как сделать, возродить районные дворовые клубы. Сам в детстве первый опыт работы с Долотом получил в таком дворовом клубе. И первый ансамбль я увидел в дворовом клубе музыкальном. Это уже спортивную секцию создавал. Да, там спортивная секция была. Карате. И для меня вся эта история как бы носит вот такой характер. Я сам родом из вот этого. Поэтому мне кажется, что в какой-то момент государство в Советском Союзе, начав так хорошо, потом это дело бросило, и на смену пришли неформальные лидеры. Вот что произошло. И вот сейчас ситуация может вернуться резко. Мы можем даже сами вообще не оценить, как резко у нас снова возродится эта так называемая романтическая субкультура дворовая. Тем более сегодня так много об этом говорят, особенно говорят люди, которые, я могу сказать, которые говорят о том, что это романтика, что это было здорово, но на самом деле они там близко, их не было. Потому что те, кто прошел по-настоящему все это, кто знал, что вот он уходил, я уходил из дома вот на такую драку, в которой я не был зачинщиком, я не был участником. Даже не знаю, с о чем вечером. Вот Бекнура обидели, он пришел, говорит, брат, меня обидели, я ухожу, мы берем с собой там нунчаки, там условно цепи или самострел из мелкашечного патрона, и я не знаю, вернусь ли я домой сегодня вечером. Это стресс. Для 15-летнего, 14-летнего мальчишки это стресс. Когда ты уходишь, говоришь маме, ладно, я вечером приду, а на самом деле ты не знаешь, потому что в этой драке могут быть погибшие. Такие истории было тоже. Тот, кто через это по-настоящему прошел, никогда не пожелает это никому и не захочет, чтобы эта история вернулась. Это как с армией. Те, кто помнит Великую Отечественную Вторую Мировую на самом деле, он никогда вот эти байки про войну не травит. А вот те, кто в тылу сидел, те с пионерами встречаются и рассказывают. А я считаю, что вообще, вот знаете, я опять же, вот Ерике, вот согласен с вами. Ну и хотелось бы добавить, что мир меняется. И вот сегодня на Запад смотришь, а мужчины другие. То есть тот вот тестостерон, который вот перекачивал вот эти вещи, вот эти субкультуры меньше становятся, появляется новое понимание, как мужчина хобби, по-моему, или хобби, хобби, по-моему. То есть это приятный мужчина, который помогает своей жене, который там, я не знаю, готовит завтраки, который там, я не знаю, мача шмача нет. Он не лошара? Почему? Нет, почему мы должны это считать? Я тоже жене готова завтрак, да? Ничего страшного, в этом ничего страшного. Нет, нам уже 50 лет. А что ты хотел сказать? Это плохо или хорошо? Я считаю, что в этом ничего плохого нету. Что мужчины меняются, и не надо вот этот агрессивный ген постоянно подпитывать. Мы, в конце концов, из этих агрессивных мачо-шмачо столько войн получили. Уже хватит, я считаю, мы должны на другой цивилизованный уровень выходить. Уже сейчас поколение вот эти миллениалы, сейчас Альфа идут. Все, у них уже другое видение. И я думаю, что вот этот тестостерон постоянно подстегнуть не надо. Да, можно заниматься спортом. Но это неизбежно. Если он есть, его можно выплескивать. То есть направить его в созидательное русло. Но я считаю, что вот эту субкультуру агрессии подпитывать нельзя. Она дальше, военные действия, может вырасти. Поэтому мое мнение, что вот оно идет вот цивилизованный такой перескок. Сегодня, тем более, идет феминизм, гендерное равенство. То есть мир меняется незаметно от нас. Я думаю, что через 10-20 лет это уже речь не будет. Какие там районы, какие там вот эти вещи. Там, наверное, ходы достаточно простые. Я вот помню начало 2000-х, вот когда мы учились в университете. И стали доступны более-менее популярные экстремальные виды спорта. Это, во-первых, адреналин, тестостерон. С другой стороны, это тоже какая-то часть субкультуры. И во многом это заменило ребятам. Тем, кто мог купить горный велик. Это было модно, это было классно. Но люди научились управлять энергией. То есть, вот, как говорится, потому что это вот, например, считалась вот эта теория для плебса. Давайте футбол дадим. Давайте вот это. Пусть они там не буянят, не кричат, как говорится. Но мы же строим человека будущего сознательно. Вот как Нишица говорил, последний человек, но сверхчеловек. Но, в принципе, он не совсем правильно, может быть, говорил в контексте современного мира. Но новый человек, он будет управлять энергией, ему не нужны дополнительные вот эти приблуды, извиняюсь за выражение, как говорится. Но, что касается, это не сексизм, нисколько, когда мы говорим о гендерном разделении и роли мужчины, допустим, в обществе, его роли как исторически сложившейся, роли добытчика и так далее. Ну, понятно, что ее нельзя девальвировать. Другое дело, что 21 век освободил, допустим, женщину от домашних забот. Все, что сегодня происходит... Социальные роли меняются просто. Меняются. Сегодня есть семьи, в которых женщины больше зарабатывают, чем мужчины. Этого не надо бояться. Этого бояться не нужно, просто нужно это правильно транслировать, это нужно правильно объяснять. Объяснять, да. С тем, чтобы мужчины не чувствовали себя уязвленными. Потому что это заходит в противоречие между тем, что мы называем мужская роль, его роль добытчика и роль женщины. Мир изменился и вправду, да. Вообще, 21 век это век женщины, потому что... Деды, до чего вы договорились на самом деле? Да, но мы старомодные, но нам... Когда я вижу потенциал, который демонстрируют и раскрывают женщины сегодня, ну, я просто... Я хочу тут поддержать, сейчас я... Да, видите, какой разговор прям хороший. Мы стареем, поэтому мы более мягкими становимся. Ну ладно, мы не стареем. Я готовился ко всей этой истории и немножко изучил вот эту тему АУЕ и то, что происходит в соседней стране. И, ну, часто бываю в Караганде, езжу в Балхаш, во всякие такие места, где, кроме Алматы, вот эта тема тоже двигалась. Вот. И возвращаясь к России и к АУЕ, и вообще к провинции. Вот как будто бы вот эта гоп-культура у них, она плодится, она никуда не ушла. Не искренне, гнилое, то, у чего было начало, может быть, еще в XIX веке. Там Есенин во многом про это, Гилеровский об этом писал. Все вот эти вот воровские кодексы, понятия. Сейчас как будто бы смотришь на вот эти вот российские города, из которых ребят отправляют воевать. И можно посмотреть и паблики там ВКонтакте, и все. Все это цветет пышным цветом. Да, что-то с АУЕ они там сделали, потому что как будто бы в тот момент, это вот лет 5-6 назад было, да, российская власть испугалась, потому что вот эта вот молодежная субкультура, как там, арестантский уклад един, он в некоторых регионах России принял вообще катастрофические масштабы. Особенно за Байкалье. На Сибири. Да, и вот это вот, опять мы возвращаемся к тому, что с одной стороны власти выгодно это, потому что детским спортом она не занимается, в этих маленьких городах, в этих маленьких поселках заняться больше нечем. Даже в какую-нибудь доту или контр-страйк у ребят там играть возможности нету, и быть вот на связи со всем миром. И все это заполняется вот этими вот гопарями из 90-х, там что там мелочь есть. Да, в 90-х, когда бурным цветом, вот бурные 90-е, как их называют еще? Лихие 90-е. Вот это бандитское движение в России, оно ведь никуда не делалось и не было вырезано, как у нас, на корню. То есть, когда была подорвана их экономическая и социальная база, а произошло сращивание государства и этого капитана. То лицемерие, которое формировалось. Там сформировалось это лицемерие. Очень многие бандиты изменили свой статус, теперь это преуспевающие предприниматели и так далее. Но все в 90-х так или иначе были связаны и участвовали в бандформированиях, вот в этих неформальных бандитских формированиях, которые по сути своей приросли тогда, присосались к крупным предприятиям, к бизнесу, крышевали так называемый бизнес и так далее. Спортивная организация. И никуда это не делалось. В России как раз таки это совершенно четко и плавно перевелось и слилось с государством воедино. И почему, допустим, в окружении того же Путина, вот его кооператив «Озеро» и так далее, и так далее, и так далее. И все это стало поощряться. И каждый уже на местах, моделируя эту ситуацию, стал создавать свое нечто вокруг вот этих всех понятийных вещей. Глана, а вы считаете, у нас ситуация другая? У нас вырезали вот это все, убрали? Да, у нас в какой-то момент этому был поставлен серьезный заслон. Я помню, как было несколько точечных, прям, показательных операций с участием, значит, служб безопасности, когда криминальных лидеров, по сути, лишили тех возможностей, которыми они обладали на старте. То есть, вот сегодня вы можете сказать, что вот конкретный политический деятель или конкретный руководитель, вот он был бандитом. Вот прям вот чтобы четко мы знаем, что в 90-х даже фотографии, широкие цепи, все атрибуты, вся братва с автоматами там и так далее. Вы можете, а вот в России таких примеров масса, а в Казахстане нет. В России, в Сибири, она всегда жила по другим законам. Опасность существует всегда, чтобы вот криминалитет снова вернулся во власть, в экономику и так далее. Поэтому мы должны никогда не забывать, что сделанное один раз, это как сорняк, который снова может прорастать на благодатной почве беззакония или разночтения законов. Вот коррупция, а это первый шаг, кстати, большая расцветшая коррупция, это один из первых шагов. Вот посмотрите, даже те формирования, которые были собраны, там часть от семьи и так далее, это же тоже там, извините, есть группировки. Кантар до конца еще не изучен нами, не исследован. Что же было в этом больше? 20 тысяч так называемых террористов или все-таки это было инспирировано и подготовлено неформальными формированиями, которые финансировались определенными кругами? И эта опасность наверняка еще существует, и мы не должны быть в этом смысле беспечными. Вот об этом тоже большая серьезная проблема, которая существует сегодня у нас. Если тогда смогли сорганизовать... Поэтому вот здесь, что бы я хотел сказать этим, что перманентная, неустанная работа государства по тому, чтобы вовлекать молодежь в те парадигмы, в те ценности, из которых мы уже взрослые с вами люди, отцы своих детей, деды своих внуков, мы понимаем, как нужно двигаться дальше. Не надо подчеркать постоянно про дедушки. Потому что, в этом смысле, мы уже опаленые этой историей, да, то есть мы небеспечные, потому что я знаю, как все это начинается. Потому что это происходило со мной. При этом, Великим, в Алма-Ате ситуация нормальная с молодежью. Вот такие, как Дауриан Алексееву растает, отличные люди, интеллигенты и ребята. Еще раз про возраст, да, сейчас я вам своей историей про возраст напомню, еще хуже будет. Ну, мне кажется, вот это все где-то в начале двухтысячных и закончилось, там, когда я заканчивал школу. У нас там в девятом классе, у нас, ну, таких вот, у нас тоже было деление на районы. Я вообще не из Алматы, я из Куменогорска, и тоже были деления на районы. И внутри, там, и мы старались не ходить, там, у нас была там трамвайная линия, текстили, и у Тепова, там, мы друг к другу вообще не появляться. Ну, там, можно было попасть, да, отхватить, точно. Вот, и у меня, ну, достаточно такое, абсолютно как-то это, не сильно я был интегрирован во всю эту историю, но при этом в девятом классе, там, если я не ошибаюсь, в девятой, по-моему, вот, из пацанов, которые были у нас, одноклассника, убили. Да. И, а потом второго, тоже из таких же, ну, вот, пацанов, которые, там, вечно где-то какие-то движения участвовали на районе, посадили и показательно, там, за разбой, за какой-то, показательно, там, в класс привели, там, пришел полицейский, там, надел наручники, для нас такая воспитательная история, что, типа, его, там, скрутили, увели, мы такие все в шоке. Ну, вот, и мне кажется, на этом, вот, как будто, вот, тогда это воспитание, оно, ну, стало по-другому как-то меняться, может быть, в этот период, что сейчас этого все меньше. И вот, в связи с этим, у меня такой вопрос, вот, мы тут говорили, затронули, там, и смену, там, вот, гендерного, да, все по-другому меняется, да, и вот, например, на Западе, да, ты не будешь, там, идти на разборки с соседом, который, там, тебе что-нибудь, там, сделал, там, нарушил, там, тишину или, там, мусор вот этот, вот, под дверью оставил, там, ну, на Западе, наверное, там так не делают, но условно. И ты позвонишь в полицию, ты просто вызовешь, там, службу специальную, которая, там, с ним разберется, а сам в этом участвовать не будешь. У нас как-то это по-другому. И с другой стороны, нам говорят, что это, вот, цивилизованный подход. Вот должно быть так? Должны мы на это равняться? Или вот это вот все... Или по понятиям стукачества западло, да? Да, стукачество западло. Черти так делают. Если срединый путь, например, у нас же всегда было сильно, например, у казахов комьюнити, да, сообщество, то есть, вот, Улькендерсу лесу, Старишин, Аксакалы, то есть, вот эти наши институты нужно восстановить, это срединый путь, не обязательно там на всех стучать, или не обязательно разбираться. То есть, это решает самообщество в рамках комьюнити. И на Западе, кстати, вот особенно во Франции, так и пытаются решать, то есть, там идут уже к этому пути. Что происходит, да, сегодня, вот, формирование, вот то, о чем мы говорим. С чего начинается Родина для нас, для каждого жителя, даже Алматы? Во-первых, с нашей площадки, с подъезда, с нашего двора. Это классно, мы об этом постоянно говорим. Вот с этого начинается наша Родина. И если мы этой Родине не позволим и не уделим внимания, чтобы вот те гримасы, скажем, когда там бросили мусор, или там сосед сверху, постоянно у него там притон какой-то непонятный до ночи и так далее. Вся эта история, если комьюнити будет сильным, и в это должны мы, вот, не только, мы всегда привыкли пенять на государство. Давайте вот государство, мы сами жители, прежде всего, должны сказать. Я хочу, чтобы в радиусе меня, вот, квадратного метра вокруг меня было прекрасное качество жизни. И если каждый захочет сделать именно так, большинство, то так оно и будет на самом деле. Для этого не нужна политическая воля президента. Для этого нужна политическая, или, скажем, наша собственная, даже пусть даже издевенческая воля. Даже датская позиция. Даже, ладно, граждан, просто издевенческая. Я просто хочу жить в хорошем обществе. И что я вижу сейчас, что мне нравится? Во-первых, люди стали приятнее общаться друг с другом, здороваются. Без быдлительства. Вот проходишь мимо, кто-то на тебя посмотрел, ты вот кушаешь, люди кушают, ты проходишь мимо, кто-то поймал взгляд. Приятного аппетита. Да. А с Полсен там. Вот эта история, она мне очень нравится. Я хотел бы, чтобы это было, это нужно тиражировать. Добро сестиваться. Не перегнуть палку в то, чтобы выносить это на билбор, на плакаты, чтобы у людей не вызвало это опять оскомину. Очень тонко работать вот с аудиторией. Нужно воспитывать эти примеры. Они из нашей традиции, из казахской традиции, из нашей казахстанской традиции. Потому что сказать, что это присуще только казахам, это нанести глубочайшее оскорбление другим этносам. У всех народов это так. Это теплая история отношения друг к другу. Потом у нас вот эта межнациональность, она нам настолько помогает вот эта синергия, мощная, толерантность. Она дает вот этот важный такой импульс к развитию таких отношений. У нас важный опыт, кстати. Ну, я вижу, потому вот, когда побежали сюда, бежавшие от мобилизации и так далее, вот, и те посты, которые они пишут, и то, как они наблюдают за всем этим, говорят, у нас, ну, в шоке. Как у вас люди тепло относятся друг к другу. Как к нам отношение было. Ну, там даже доходило до перегибов, когда в чате пишут, ребята, срочно переселенцам нужны таблетки для посудомощной машины. Да-да-да-да, еду, выезжаем. Выезжаем, мы к вам едем с таблетками. Но, тем не менее, в этом есть наша традиция. И вот это мы должны, конечно же, тиражировать. Об этом мы должны говорить. Это очень классно. Я вот дополню, вот тоже недавно. Вот такой, на мажорную такую ноту надо выходить. Очень хорошо, да. Я тоже недавно по Панфилово шел и не докинул долбан до мусорки. Да, ну и было такое. Ну, там же красиво все, какие-то гранитные плиты, да. И парни, два парня и девушка сзади идут. И они так говорят, ой, как нехорошо. И мне так стыдно стало. Два момента. Во-первых, они, во-первых, мне сказали, хотя он младше меня лет на 20, мне 40, им лет 20. И они не испугались, не было такого, что там агашка или какой-то там с ними начнет разбираться. Они просто, на самом деле, переживают за улицу Панфилова. Красиво сделали. Да, они больно сознательно. Да, и второе, мне стало немножко стыдно. И, ну, я подошел, мне не западло. Я бросил, сказал, да, ребята, на самом деле правы вы, красивая улица. Я сейчас еще об одном моменте хотел поговорить. Вот мы говорим о том, что где-то все-таки закон, это есть закон. А как быть с тем, что мы же все горячие ребята? Ну, вот этот старый анекдот, быстро расскажу его. Там две казахские мышки пьют, бухают, там бутылку водки выпили, две выпили. И потом такие, э, мы сукайда, да? Мы сукайда. Да, да, да. Даже на дороге. Когда ты едешь, кто-то тебя подрезал, останавливаются две машины. Ты не будешь вспоминать, там, про полицию, про ментов, там, улаживать. Вот себе кипит кровь, и ты там, э, ты что? А ты что? Ты что на меня? Вот я могу сказать. Вообще, вот, культура движения, я сам за рулем уже больше, ну, с 91-го года. Это уже сколько уже? Почти 32 года, да, за рулем. Я помню, как все начиналось. Когда во дворе две машины, да, лоб в лоб встали. И все это заканчивалось обязательно дракой. Вот. Но постепенно, когда в городе стало очевидно, что если ты не сделаешь вот так, то пробка, ты потеряешь время на разборке, на то, что это будет бесконечно и так далее. Для тебя самого это уже невыгодно, вот, получить этот стресс. Тебе проще уступить дорогу? Ну, просто уступить и все. И вот это сосуществование на дороге, вот, оно стало лучше. Мы получили серьезный большой прогресс в этом вопросе. Я когда-то носился с идеей, там, кодекс поведения водителя. Давайте напечатаем флайеры, будем раздавать на заправках и так далее. Не жалко, там, напечатать, там, 500 тысяч, там, этих флайеров, раздать людям, чтобы у нас был этот кодекс, там, не делай вот это, вот это. Что если ты поддерживаешь, наклей эту наклейку, что ты поддерживаешь кодекс, там, допустим, нормального водителя? И таким образом, вот, когда их становится большинство, все живут по этим правилам. Но я вижу, что... Само собой. Само собой эта история происходит. Я помню, как я первый раз в 92-м году поблагодарил едущего, уступившего мне дорогу аварийкой. Это мне пришла идея, я нигде не видел поблагодарить аварийкой. Вот, просто включил, помигал там три раза и поехал дальше. И параллельно, наверное, многим пришла эта идея. И таким образом, вот эта субкультура, она начала развиваться. И разборок становится все меньше и меньше. И, не дай Аллах, вот, бывает какой-то опрометчивый шаг. Ты можешь быть прав всегда, но кто-то неправый вылетит, попадет тебе в лоб или еще собьет что-то. Такая история, непоправимые вещи. И действительно, вот молодежь, она сейчас также еще руководится некой религиозной, исламской этикой. Где, например, сказано, что ты дашь дорогу, ты уступишь, ты получаешь больше САУАП. Я вижу, что молодежь, она пытается... Да, не все, конечно, есть и нервные, и дураки. Мы сами, к сожалению, в 90-х у нас такое поведенческое было, такое поведенческое привычки, что мы все должны были решать телесным интеллектом. О, перекрыл я, ты что такое, кто ты такой? Ну, в смысле, да, и наши женщины даже, ты что, мужик же, давай, разберись иди с ним, да? То есть, вот это все отходит, вот это все отходит, и сейчас молодежь стала более этичной. И Ерике совершенно прав в социум, и, ну, так называемая бигдата, да, чем больше вот этих ситуаций, она все меняет, меняет ситуацию. Поэтому, да, наша казахская горячность в Алмате уже по чуть-чуть уже снижается. Я, конечно, по другим регионам не скажу, потому что некоторые регионы... Ну, да, в Караганду приезжаешь, там шансон давно не слушал, в Караганде в такси можно послушать, там, ну, таксисты включают. У каждого города, да, есть свои какие-то ментальные особенности, но поскольку, вот, повторюсь, вот Алмата одной из первых в стране столкнулась с проблемой больших, ну, трафиков, скажем так, проблем на дорогах и так далее, вот здесь родилась эта этика. Я знаю, что в Астане, когда город стал нарастать, и поскольку, как я всегда считаю, что в Астане еще нет своей субкультуры как таковой, она еще не родилась, потому что город на семи ветрах, то есть люди понаехали с... На самом деле, сегодня миллион с чем-то населения, это все понаехавшие. 90% понаехавших. И все привезли свой какой-то менталитет. И общий менталитет еще не сложился, но он складывается. Он формируется. Он формируется. Я желаю в Астане, чтобы как можно быстрее он сформировался, этот столичный такой, ну, правильный менталитет, задающий вибрацию на всю страну. Это лон. Это лон. Я желаю это совершенно искренне, даже несмотря, перешагивая через ревностность, там, алматинцы, что Алмата круче, чем Астана, но столица есть столица, и мы должны все участвовать в этом процессе. Я радуюсь, что Шымкент стал городом республиканского значения. Давно уже просился, потому что у Шымкента своя удивительная субкультура. Очень теплая, красивая. Есть люди, которые недолюбливают, может, шымкентских, а я сам не шымкентский, не имею никакого отношения. Но когда приезжаем, мне нравится, как... Жена шымкентская. Как? Нет. Ну, у нее там жамбульские корни, но... Где-то рядом. Но суть в чем, мне нравится, как они правильно относятся, допустим, к предпринимательству. Как совершенно четко они осознают, что клиент, и как они правильно относятся к клиенту, как они правильно умеют выстроить вот эти взаимоотношения. Майда, майда. Есть хазахское слово. Майда. Хорошее. Это нужно поощрять. Это история, которой нужно... Нам нужно учиться у Шымкента этому. Хотя Алмата в этом смысле, конечно, тоже предпринимательский город. Вот я знаю, что здесь тоже своя традиция существует. Она такая более, ну, другая. Я не знаю, она лучше или хуже. Она другая. Но вот эти ментальные особенности каждого города, мы должны их видеть и поощрять то, что есть лучшее в этих городах. Вот я... Ну вот, подводя вот такой вот итог, если все это идет и развивается, ну, сойдет на нет эта пацанская история вся? Так у нас, я думаю, она во многом и сошла. Она и сходит. Мне кажется, что и вот по ощущениям, и в армии уже по-другому. Да, да. И, кстати, и в тюрьмах по-другому. Вот в том смысле, что Россия... Опять, не будем навешивать ярлыки и на всю нацию, и на все государство там, но в России и тюрьмы другие. Вот по ощущениям тех, кто сейчас вернулся с наших зон, понятно, там вот эти северные зоны, они во многом до сих пор там такие остались. Но и они уже другие, и там уже все по-другому внутри. Мы говорили о какой-то криминальной субкультуре, которая в какой-то момент стала другой, нежели в России. Ну, от тюрьмы, от суммы не зарекаются. Не знаю, как в тюрьмах сейчас. Могу лишь одно сказать. Пожелать просто, чтобы... Вот эстетика тюремная на воле, она неприемлема. Это абсолютно верно. Здесь другие взаимоотношения, да. И, ну, вот в тюрьмах, или в армии, или в каких-то коллективах всегда есть срез... Это, по сути, маленькая концентрация и срез общества, как есть таковое. Я надеюсь, что в армии сейчас нет такой дедовщины, как была дедовщина в период, когда я служил, когда мы столкнулись с этим, и как, условно, я там боролся со своими алматинскими, пацанскими понятиями, с дедовщиной, которая была у нас. Я говорю, да мне вообще, я ваше закону тебе, я алматинский пацан. Мне говорят, о, у тебя клевая шинель. Я у тебя заберу, братан, через мой труп. И потом, где-то спустя полгода, мне пришло понимание, когда мне один друг говорит, я, говорит, уважаю твои принципы касательно твоей одежды. Ну, это же все казенное. Просто ему надо поехать домой в хорошей, красивой шинели. Она у тебя новая. А ты потом возьмешь у молодого, так же объяснишь ему. И это мне объяснил человек не старший, который мне там проехал по ушам, отдать свою шинель. А мой сослуживец с моего призова, историк такой, философ, он говорит, Нерлан, ну это же казенщина. Хочешь мой ремень? На, возьми. Философ, да? Я говорю, слушай, ты открыл мне глаза. Я взял шинель и подошел к тому парню, говорю, братан, возьми, говорю, я тебе даю ее по-братски, чтобы ты приехал домой в красивой шинели. Она у меня новая, мне ее только выдали. А твоя уже старая, да. Я взял его шинель, носил, а потом, когда пришел, условно говоря, новый парень, он мне так же ее отдавал, но, слава богу, я вернулся весной, мне моя форма шинель не нужна была. И я понял, что за это не стоит держаться. Принципа дедовщины по-другому. За это не стоит держаться, вот за эти вещи. Я два, наверное, будем заканчивать, да? Я два момента, которые вот тоже хотел рассказать, и они меня тоже все время волнуют. Первый момент, это то, что благодаря вот телевидению американскому, там, мы смотрим много фильмов, ну, в смысле, Ютуб сейчас появился, много документальных фильмов о том, что молодежные субкультуры, молодежные группировки, как вот Ерлан говорил, как Выбекнур говорили, абсолютно это не что-то эксклюзивное для Советского Союза. Порождение Советского Союза. Да, они есть везде, мы смотрим вот эти все фильмы по Дискавери, самые жуткие банды Венесуэлы, что-то такое. Ты смотришь и понимаешь, как много пересекается, на самом деле. В Соединенных Штатах Америки, несмотря на то, что эта страна в некоторых моментах впереди планеты всей, но вопрос до сих пор не решен с этническими группировками. И ты смотришь, на самом деле, мы же не видим там вот этой романтики, там, ну, она может присутствовать там у рэперов, гангста-рэп, там, ну, и то это так. Криминальное событие в Мексике, там, посадили сына наркобарона, и там случился, чуть ли не переворот сложился. Да, но мы видим, как криминальные молодежные группировки, а потом из них уже и общий криминалитет, влияет это вообще на всю страну. Особенно страны Латинской Америки, которые во многом из-за этого вошли в тупик и не могут справиться с этой проблемой. Бразилия, которая динамично развивающаяся, суперская экономическая страна, но для них проблема молодежных группировок – это такая огромная проблема, с которой они, где целые районы городов, они вне закона, они во власти вот этих группировок. Мы, конечно, можем тут встретиться, повспоминать, как классно мы выпивали, как классно мы дрались, и кто в какой школе учился. Но, в общем и целом, это тупик, по большому счету. Тупик, когда вот это немножко такая романтизация, она в 20 лет – это еще как бы норм, может быть, а в 40 – это уже совсем плохо. В 20 уже не норм. И в 20 уже не норм, а когда в 60 – это совсем грустно. Второй момент, о котором я вот тоже недавно подумал, у меня отец, ну, он умер, но вот он 54-го года, тоже из Алматы, и он вообще вот, когда вот видел, что я там куда-то ухожу, что-то там прихожу какой-то, он говорит, что-то какие-то движения у вас. Я говорю, сам же на выставке жил, там у вас не было. Он так говорит, ты знаешь, говорит, не было. А потом до меня дошло, почему не было, вот он спортом занимался, и тогда вообще вот эти экстремальные виды спорта не были особо популярны, альпинизмом, вот. И вот это братство, вот эта движуха, для него была сборная ЦСКА по альпинизму. Потом он ушел на 4 года служить на подводную лодку. Да, и там был тоже одним казахом, там были западные украинцы, там прибалты, там, да. И вот отсутствие вот этой тюремной этики, там, мы вам расскажем, там, как для многих же отсидка в тюрьме или там движение – это главное событие в жизни. У него это компенсировалось тем, что у него был спорт, и у него, ну да, были такие классные воспоминания об армии, тем более флот это все-таки. Я просто подумал, что ему повезло, но это еще зависит и от человека. И есть у нас, вот к чему мы пришли сегодня, есть у мужчин, есть у подростков какие-то естественные потребности. Сбиваться в кучки, одеваться как-то по-другому, где-то выплескивать какую-то энергию, но все это должно уже принять какие-то цивилизованные… Направить эту энергию в мирное русло, как мы говорим. Цивилизованные формы, потому что, опять же, возвращаясь к фильмам «Дискавери» про самые опасные города, и все то же самое. В Латинской Америке все то же самое, или там в Африке вот эти вот группировки, там, в ЮАР, там где-то еще. И это все удел третьих стран. И то же самое вот эта вот быдлятская какая-то гоп-культура, которая присутствует, опять возвращаемся к России, но во многом она присутствует в России и в самых таких неблагополучных регионах. Вот то, о чем говорил Ерике, да, люди, которые это все прошли, вот Ройзман из Екатеринбурга, он тоже все это прошел, ну, и Екатеринбург, Уралмашевский, они, кто прошел это, они стали другими. А то, что мы сейчас видим в Забайкалье, в Сибири, в маленьких городах, где депрессуха и ничего хорошего нету, и вот это быдляческое, то, что было 30 лет назад, там, ничего. Здесь еще накладывают, извините, вот буквально скажу, пока не забыл эту мысль, развитие открытого общества, демократия, это тоже один из способов вывести эти вещи за рамки и дать им четкое определение. Вот то, что случилось, и пример Грузии, в этом смысле Грузия, до прихода, вот, до революции Рос, было самое большое количество воров в законе было из Грузии. Они вообще питали криминалитет всей России своими бойцами и людьми, скажем, кадрами. И то, что произошло, и то, что страна переслала на другие совершенно рельсы и стала уважать процедуры и относиться к процедурам, демократическим процедурам, к открытым процедурам совершенно иначе, Возведя их в ранг культа и закона, это изменило Грузию сегодня. И то, как сегодня там происходит, ну, во всяком случае, в период после Саакашили, еще какой-то период, так Грузия разделалась. Сейчас, не знаю, вот, последнее, говорят, время стало чуть хуже. Но в целом, открытые процедуры, демократия, то, чего, к сожалению, в России сегодня нет, и то, за что мы сегодня должны побороться и отстоять, особенно после событий, произошедших год назад, и печальных событий. Но, чтобы эта кровь была не напрасной, людей, которые погибли, нам нужно продолжать двигаться в направлении демократизации и открытия открытого общества. Только так мы сможем обеспечить устойчивое развитие страны без вот этих гримас. Вот, например, для меня очень знакомая страна Голландия, я там учился, я там много был, вот. И я вот первый раз, когда в начале 90-х туда приехал, я видел на перекрестке, как двое мужчин стоят, один другого пропускает, другой другого. И вот так они где-то минут 10 стояли. Ты проедь, ты проедь. Меня это так шокировало, потому что я приехал, это было середина 90-х, если не начало, с Алматы, где нету света, здесь, ну, в общем, лихие 90-е. И на примере Голландии, например, я вижу, что местные подростки, им не нужно вот эту агрессию проявлять, вот эти разборки и тому подобное. Им вообще-то неинтересно, настолько это экологично. Чтобы вот себя реализовать и вот там условный какой-то тестостерон выпустить, есть там гребли, там они как-то... Футбол, футбол в каждом поселке. Хотя это нация вот викингов, да, они там полмира тоже завоевывали, они тоже бойцы и буквально... Имперцы еще те. Да, да, лет 40 назад они тоже были такие, ну, политика вот открытости, о котором говорит Ирике, проговаривание, дискуссии. Там очень много программ, которые нейтрализируют вот эту агрессию, вот это, как говорится, вот негативные влияния подростковых каких-то вещей. Эта программа заработала. Я думаю, будущее все-таки за экологичность во всем смысле. Экологичность поведения, экологичность мышления, экологичность отношения к людям. И если мы даже вот давайте, мы же Казахстан, возьмем даже казахов, да, которых древнее тингрианство, которое уважение природе, на него наслоилось там... У нас и манихейство было, и сейчас, ну, ислам, ну, и другие религии. Все это уважают, и та терпимость, толерантность, которую мы выработали за 20-й век, оно дает нам мощный импульс, мощный пласт, на котором мы можем вести себя экологически. И уже сейчас мы достаточно экологичные люди, просто нужно еще больше открыться, наверное, еще больше проговариваться, вот как Ирика говорит. Ну, я думаю, что вот эти программы нам нужно научиться говорить и слышать друг друга, а не ругаться. Вот примерно так. И не драться. Да, и не драться. Не, ну, драться надо, да. Не, можно драться на... Ну, вот Ирике занимался карате, я занимался боевым самбо. Да, мы все тогда занимались спортом. Но сейчас, вот я смотрю, что, в принципе, даже сами агрессивные виды спорта, они... Если у тебя огромное такое желание, ты можешь там подраться. Но я считаю, нужно драться на соревнованиях, в ринге. Ну, в всяком случае, массовые драки, это уж точно не очень хорошо. Я считаю, что лучшей монетизации для своей энергии, тестостерона и бойцовских качеств... Если хочешь драться, да, иди в ринге. Если ты докажи, выиграй чемпионат, даже пусть это бой без правил, но все должно быть в рамках. ММА я сейчас, да. Сейчас много форм реализации своих бойцовых качеств, поэтому не обязательно это на улице драться. Поэтому для этого... Причем это еще и источник дохода, слушай. Чем просто драться и получать... Лучше за это деньги получать, ну, еще и пользу стране. Что вы думаете по этому поводу? Расскажите свою историю, с какого вы района, если Салматы, или какие районы у вас были в городе? Пишите в комментариях, очень интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну и присылайте это видео своим пацанам. И слушайте дедов, они все прошли. Они все прошли уже. Спасибо вам большое, было очень интересно. Всем привет большое, да. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok